МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ассаламу алейкум агаин. В эфире новости на Первом Карагандинском. Студия для вас работает Александр Крылов. Сегодня в выпуске. На 30-м микрорайоне нет ни столовой, ни туалета. Представлен проект жилого комплекса, который появится на месте Бесаба. Рукопашный бой в Караганде развивается и приносит отличные результаты. На 30-м микрорайоне нет ни столовой, ни туалета. С этой проблемой жители и водители данного микрорайона борются довольно давно. Кроме этой проблемы водители тревожат еще один вопрос. Подробности в нашем следующем материале. Любая автостанция обязана иметь туалет и столовую для водителей, кондукторов и простых горожан. При этом они должны быть ясно обозначены. А на конечной остановке 30-го микрорайона уборной нет вообще. От безысходности люди справляют свою нужду в кустах. А насчет туалета здесь? Поблизости, конечно, на конечной нет туалета тоже. Приходится бегать в лес, в кусты. Иногда ловер тоже штрафует. А куда деваться? На той, конечно, на стекляшке, там есть туалет. Хоть платный, сбегал быстренько и все. А здесь, если в туалет идти в то здание или там на заправку идти, это тоже время. У нас интервал 3 минуты. Вот я каждый день хожу в гараж вот через эту территорию. Здесь только автобусы восстанавливаются. Но я вижу ни одного туалета где-то. А бедные женщины сейчас, кондуктора, бедные шофера, все бегают по кустам и за угол бегают. Просто жалко их. Я бы хотел обратиться к директорам автопарков. Можно же скоперироваться и построить хотя бы один туалет мужской, женский. И женщинам намного было бы лучше. Меньше бы они болели бы. И вообще этот вопрос хотел просто поднять. В нашем городе нет условий на конечных туалетах. Ну, туалетов, общественный транспорт вынуждены на конечных стоять. И негде ни туалетов, ничего нету. Ни на одной конечной как бы нет. Ни на кирзаводе вот наш маршрут, ни на 30-м. Это большая, ну как, конечная остановка. И здесь нету, ну как бы, для отдыха. Проблема. Проблема, да. Хотя бы такие местные, как бы, стационарные. Можно установить туалет? Постойте, понаблюдайте, со стороны. Ну и насчет туалетов. Насчет мусора. Они все выметают на проезжую часть. В туалет. Женщины ходят в кусты, мужчины прям с автобуса из дверей оправляются. Это видел неоднократно и много раз. И вот там пройти, пройти вдоль дороги, там невозможно. Во-первых, они здесь заправляются, сливают солярку. Там все в мазуте, в масле. Это вообще никуда не годится. Надо навести порядок. Кроме того, рядом нет даже столовой, в которой можно пообедать водителям и кондукторам. С этой проблемой они справляются так. Обедают стоя, пирожками, беляшами и чебуреками. Это не последняя проблема, с которой сталкиваются автолюбители. По их словам, уже который раз их останавливают сотрудники дорожной полиции. У 01 маршрутного автобуса одна общая дверь. И поэтому водители автопарка штрафовали на 8 тысяч тенге, указывая на то, что въезд такими праворульным автотранспортом был запрещен. Однако на его руках имеется документ, который действителен до 2013 года, разрешающий перемещаться на таком транспорте. Документ был выдан в 2010 году отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Говорят, врезайте вторую дверь. Но это тоже, кажется, нарушение будет незаконно, не предусмотрено за годовым изготовителем переоборудование будет. Тоже будут штрафовать. А хотя, кажется, у меня есть разрешение транспортного, ЖКХ по транспорту, по Караганинской области. А им это, кажется, не влияет. Чем придираться, лучше бы условия создали бы. Раз на то пошло, еще один вопрос есть у меня уже. Вот эти 40-е, 43-е, Межгород. Почему ездят по Бухаржраву, выезжают на полчаса раньше, стоят на остановках, на рынке, например, остановка хорошая, ЦУМ, 45-й. Мы подъехать не можем на остановку. У меня, например, интервал 3 минуты, сзади идет следующая машина. Я не могу заехать. Он стоит, стоит, стоит. Минут 5 может стоять на остановке. А почему? Раньше они ездили по Войнам, в Межгород. А сейчас они ездят по Бухаржраву, 2-3 автобуса станут, все, не подъехать. Одним словом, проблемам на конечной остановке 30-го микрорайона нет конца. По словам водителей, сотрудники дорожной полиции не смотрят за порядком в их районе. Появляется в данном месте крайне редко. Раньше они ездили по Войнам, в Межгород. А сейчас они ездят по Бухаржраву, 2-3 автобуса станут, все, не подъехать. Я подъезжаю со второй полосы, высаживаю. Гаечник стоит, королит, ДПСник, штрафует за это. Высадка, посадка, не положено. Ты должен дождаться, когда он выйдет. А он стоит 5 минут. У меня времени ждать. Тоже, кажется, это проблема. На остановках часто возникают аварийные ситуации. С вышестоящими инстанциями нам связаться так и не удалось. Но в свою очередь хочется верить, что эта наболевшая проблема не останется в стороне и найдет свои решения в скором времени. Миром Гусил Кимбаева, Тулиген Рашид, Алексей Спиридонов, 1-й Каравинзинский. Руководство школы Шинки и Укушинка карате по-прежнему не может отвоевать здание школы. Мы уже рассказывали о темиртаусской школе карате, у которой отбирают здание. В итоге 150 юных спортсменов остались на улице. Пока дело пытаются сдвинуть с мертвой точки, тренировочный процесс каратистов остановлен. Эти кадры были сняты в конце мая. Тогда юные каратисты и их родители с плакатами вышли на митинг. Надеюсь, что так их хоть кто-нибудь услышит. Вот только школу отстоять им так и не удалось. Дело о темиртаусском клубе Шинки и Укушинка карате не сдвинулось с мертвой точки. Пока идут судебные разбирательства, школа закрыта. Тренировочный процесс остановлен. Сегодня руководство школы карате, а также общественные защитники организовали пресс-конференцию для средств массовой информации. Позвали представителей прокуратуры, суда, Акимата, а также департамента внутренних дел. Однако некоторые приглашения проигнорировали. Пригласили Акима Карагандинского. Конечно, внутренняя политика здесь присутствует. Прокурора области нет. Пригласили представителей областного суда, тоже высказать свои претензии по этому делу. Ну, видите, они гонорируют общественное мнение. Дети им не нужны. Не нужен спорт на сегодня. Тем временем директор Тимиртаусской школы карате обратился к президенту. Он отослал главе государства письмо с просьбой защитить спортсменов и тренеров клуба карате города Тимиртау. Уважаемый универсултан Абишевич, мы, тренерский состав и воспитанники Тимиртаусского клуба карате, поддерживаем вашу программу о здоровой нации и развитии массового детского спорта. Мы, тренеры и воспитанники детского клуба карате, столкнулись с безразличием к развитию массового детского спорта. На сегодняшний день из-за волокита судебной власти, бездействия органов внутренних дел по факту возбуждения уголовного отдела по фальсификации документов, мошенничества, а также бездействия исполнительной власти города Тимиртау карате, вынужден в последние 6 месяцев прекратить тренировочный процесс. В ближайшее время, говорит директор клуба Андрей Петровский, их примет советник президента. Тем временем, более 150 юных спортсменов вынуждены прервать тренировочный процесс. Среди них большое количество мастеров спорта, чемпионы Азии, участники и призеры различных международных турниров. Что станет с ними, если здание школы не удастся отстоять? Наставник даже не может себе представить, ведь такой школы, как Тимиртау, в нашей области больше нет нигде. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. В дорожно-транспортном происшествии погиб начальник отдела областного департамента Госагентства Казахстана по регулированию естественных монополий Карагандинской области Бейбуты Саханов, сообщает информационное агентство Интерфакс Казахстан. Трагедия произошла сегодня на трассе между Карагандой и Жизказганом. Сегодня на трассе между Карагандой и Жизказганом в аварии погиб 31-летний начальник отдела регулирования естественных монополий и цен областного департамента Бейбуты Саханов. Пострадали два человека. Заместитель начальника областного департамента Арем Эльдар Дюсетаев и водитель, сообщили агентству Интерфакс Казахстан сотрудники департамента. Руководители департамента направлялись в Жизказган для проведения рабочего отчетного совещания. На трассе водитель не справился с управлением и автомобиль Митсубиси Галлант съехал с трассы на обочину. Спонсор выпуска новостей – компания Галакси Групп с торговой маркой Алюгал. Компания Галакси Групп вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Представлен проект нового жилого комплекса, который появится на месте Бесабы. Печально известный микрорайон еще не снесли, а эскизы готовых высоток уже есть. Уже выполнен эскизный проект будущего жилого комплекса, название которого будет определено позже. На эскизах видно, каким будет новый микрорайон, многоэтажные здания и благоустроенная территория. Прямо противоположно нынешнему состоянию Бесабы. Как сообщалось ранее, уже к концу октября власти планируют получить транш из резерва правительства на строительство новых домов. Не только для жителей 5, 6 и части 7 домов, но и дольщиков недостроенных 3 и 4 домов. Квадратура квартир будет при этом сохранена. Мы продолжаем наш выпуск. От смешного до грустного всего один шаг. И это доказал 27-летний гражданин без определенного места жительства, который сам себя наказал. 1 августа в полицию с небольшим интервалом позвонили две девушки. Они сообщили, что на остановке поликлиника по улице Сейфулина на них напал пьяный мужчина. В этом районе находилась машина наряда полка патрульной полиции. Они заблокировали дом, куда забежал хулиган. Но подозреваемый просто так сдаваться не захотел. Он бросился в отрыв от полицейских, но подвел вестибулярный аппарат, наполненный парами алкоголя. В подъезде мужчина не удержался на лестничном марше, упал и ударился головой о бетонный пролет. Его пришлось госпитализировать. Он жив, здоров. Дня три придется привезти в больнице. Но потерпевшие хулигана опознали. Так что отвечать за содеянное травмированному подозреваемому все же придется. С начала года подразделениями органов внутренних дел в области возбуждено 230 уголовных дел по преступлениям, связанных с наркотиками. В том числе по фактам сбыта наркотических веществ 175. О работе Управления по борьбе с наркобизнесом ярче всего говорят цифры. Из незаконного оборота изъято свыше 254 килограммов различных наркотических средств, среди которых около 17 килограммов героина. К уголовной ответственности привлечено 75 человек, к административной – 332. Караганда – транзитный город для наркотрафика. Это не тайна. За 7 месяцев текущего года локализовано 12 каналов крупных партий наркотических средств. Особое внимание уделяется выявлению организованных преступных группировок в сфере наркобизнеса. Так в городе Тимиртау установлена устойчивая преступная группа из 7 человек, которая занималась сбытом наркотиков Каннаибской группы в особо крупном размере. В отношении этой группы лиц возбуждено 19 уголовных дел. Сегодня ужесточены наказания по некоторым категориям наркопреступлений. Предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения. Карагандинским полицейским представили нового заместителя начальника ДВД, сообщает портал закон.кз со ссылкой на пресс-службу ведомства. Приказом министра внутренних дел заместителем начальника ДВД Карагандинской области назначен полковник полиции Касенов Берегболт-Люханович, ранее занимавший должность заместителя начальника ДВД Восточно-Казахстанской области. Берегболт-Люханович Касенов родился 26 апреля 1960 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД Республики Казахстан в правоохранительных органах с 1984 года. Берегболт-Люханов будет курировать административную, миграционную и дорожную полицию области. Рукопашный бой в Караганде развивается и приносит отличные результаты. Доказательством этому прошедший недавно чемпионат Азии по рукопашному бою в Таджикистане. Там наши бойцы защищали страну и выполнили свою задачу достойно. Делегация с Республики Казахстан насчитывала 18 человек. В составе сборной находилось и пять бойцов с Караганды. Кадраж Бехсултан, Кадраж Шефьербалат и Ибраев Аблай завоевали два золота и серебро соответственно. В чемпионате приняли участие семь стран Среднеазиатского региона. По итогам соревнований Казахстан занял второе общекомандное место. Со слов самих бойцов, по составу участников бои были достаточно сложными, не говоря уже о финальных поединках. В финале я встретился с киргизским спортсменом. Мастер спорта тоже он. Мы вышли два мастера спорта в финале, встретились и со счетом 11-2 я его выиграл. Уже достаточно долгое время наш город является центром рукопашного боя. И карагандинцы показывают отличные результаты на крупных соревнованиях. Далее основной задачей для карагандинских бойцов является пройти отбор на чемпионат мира, который будет проходить в Филадельфии, в Соединенных Штатах Америки. Александр Крылов, Бауржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. На этом у меня все. Всего доброго. Сава Богу Муздар. Сава Богу Муздар.